В Гагаринском техникуме чествовали победители и призёров национального чемпионата WorldSkills. В этом году финал проходил в очно-заочной форме. Люберецкие профессионалы доказали, что даже соревнуясь дистанционно, им нет равных. Алексей Щекочихин по праву может называть себя одним из профессионалов в области эксплуатации беспилотных авиационных систем. В 2020 году юноша доказал это в финале национального чемпионата WorldSkills Russia, который проходил дистанционно. Соперников он не видел, при этом интуитивно ощущал их дыхание в затылок. У нас всё строится в основном на полётах и сборке, разборке квадрокоптера. Дистанционный формат очень сильно отличался от очного формата. Очный и привычный. Я бы не сказал, что он легче или сложнее. Они примерно одинаковые. Наставник Алексея Елена Зеляева говорит, занять первое место не хватило спортивного везения. Ведь профессионализм у её воспитанника не отнять. Она уверена, впереди у Алексея большое будущее. Из него будет прекрасный эксперт и тренер. Он уже сейчас помогает нам в реализации проектов со школьниками. Он является, по сути, тренером для наших юниоров. Из него отличный эксперт будет. Умеет доходчиво, но при этом не агрессивно донести свои мысли. Медали чемпионата победителям и призёрам вручил глава округа Владимир Ружицкий. Он отметил, что в любой ситуации нужно оставаться профессионалом. Стоит задача сохранить и развить профессиональное образование. Мир, он развивается благодаря профессионалам. Надо чему-то учиться, набираться знаний, опыта. И в конечном итоге именно профессионалы эту жизнь делают такой, какая она есть. Вы славите наш Люберецкий край, поэтому мы гордимся, что у нас вы есть. А думаю, что вы гордитесь, что вы выходите из Люберец, из Грегорецкого технику. Поблагодарили и наставников. Они готовили своих воспитанников к чемпионату, передавая знания. Тренеры пообещали, что в следующем году постараются вернуть статус-кво и вновь занять первое место, как это было ранее. Григорий Ворванин, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.